Здравствуйте! Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко. И далее поговорим о самом главном. Украинцы – жертвы внешней агрессии, а не гражданской войны. Заявил глава представительства ЕС в Украине Хюк Мингарелли в ходе выступления на форуме, посвященном реформам. Он подчеркнул, Евросоюз никогда не признает аннексии Крыма, так как это очевидное нарушение международного права. Также, по словам Мингарелли, в ЕС поддерживают план, разработанный министерством по вопросам временно оккупированных территорий. В нем речь идет о реинтеграции дипломатическим путем неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. По мнению Мингарелли, этот план следует продвигать среди населения по обе стороны от линии разграничения. И пока не будет выполнены минские договоренности, санкции должны оставаться. Вы являетесь жертвами иностранной агрессии. Происходящее на Донбассе не является гражданской войной. Как некоторые пытаются говорить, мы должны сделать все возможное, чтобы санкции за эти события были сохранены до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью выполнены. Также глава европейского представительства надеется, что без виз Украина получит к лету. Есть определенные причины, которые сдерживают этот процесс. При этом, отмечает Мингарелли, украинцы, безусловно, заслуживают свободно путешествовать в страны Евросоюза. Сфабрикованное политическое дело. Так, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение московского суда оставить под стражей Романа Сущенко. Определенный отказ изменить меру пресечения украинскому журналисту, закрытый режим судебных заседаний и недопуск украинского консула на заседание подтверждают предвзятость российской Фемиды. МИД Украины требует от России немедленно прекратить расправу над украинским гражданином, освободить его и вернуть на родину. Напомню, сегодня московский суд отклонил апелляцию на продление ареста Романа Сущенко до 30 апреля. Его незаконно задержали в Москве в сентябре 2016 года по обвинению в шпионаже. Адвокат Марк Фейгин назвал решение суда прогнозируемым и призвал всех поддержать Романа Сущенко и других украинских политзаключенных на марше памяти Бориса Немцова 26 февраля. Там планируется отдельная колонна в защиту украинских узников. Всего с начала оккупации Москва незаконно задержала более 40 украинцев. Напряженная ситуация на Донецком направлении сохраняется. Наиболее активно боевики обстреливают участок фронта Авдеевка-Пески. Применяют в основном минометы. Защитники Авдеевки вчера находились под вражеским огнем более 7 часов, сообщили в штабе АТО. Также режим тишины боевики нарушили в Зайцево и Верхнеторецком. На расцвете обстреляли украинские позиции на Светлодарской дуге в районе Луганского. В Луганской области эпицентром боевых действий стали Попаснянский район, Крымская и Станица Луганская. Обстрелы велись из стрелкового оружия и минометов. На Мариупольском направлении вчера из пушек, танков и минометов боевики обстреливали оборонительные позиции сил АТО в Водяном и Широкино в течение трех часов. До позднего вечера на этом участке фронта враг широко применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В Мариупольском районе боевики нарушили режим тишины дважды, днем и вечером, в обоих случаях применяя минометы вместе со стрелковым оружием. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранение в Широкино. Боевики сделали предупредительные выстрелы, когда наблюдатели ОБСЕ обнаружили их замаскированный танк, сообщается в отчете миссии за 12 февраля. Инцидент произошел в поселке Пикузы неподалеку от Мариуполя. Это бывшее Коминтерного. В момент обнаружения танка под маскировочной сеткой боевики сделали около 20 выстрелов из стрелкового оружия. Они не были направлены в сторону патруля, однако явно носили предупредительный характер, отмечается в отчете. В целях безопасности наблюдатели покинули Пикузы. Кроме этого, между Кировским и Петровским районами миссия обнаружила склад с тяжелым вооружением. Удалось распознать лишь самоходную гаубицу «Гвоздика». Остальную технику наблюдатели не смогли осмотреть, так как боевики ДНР перекрыли им доступ. Оккупанты маскируют запрещенное вооружение на гражданских объектах. По данным украинской разведки, 7 122-мм самоходных арт-установок зафиксированы во дворе детского сада в селе Макроиланчик Донецкой области. А во дворе роддома в Южной Ломоватке Луганской области разместилось подразделение противника на БМП. В Донецке российские наемники стреляют по силам АТО с территории завода химических реактивов в Куйбышевском районе. В рядах двух армейских корпусов, созданных Россией на оккупированном Донбассе, воюют более 36 тысяч наемников. Из них минимум 3 тысячи кадровой военной российской армии. В их расположении 380 танков, более 900 боевых броневых машин, свыше 1000 единиц артиллерийского оружия и 350 единиц средств противовоздушной обороны. Не нужно подарков, цветов и красивых слов. Ратифицируйте Стамбульскую конвенцию. С таким призывом в День всех влюбленных в Верховной Раде пришли женщины и правозащитники. Требуют, чтобы народные депутаты ввели международные нормы защиты жертв домашнего насилия в Украине. Конвенция Совета Европы предусматривает ужесточение ответственности за насилие в семье и гарантирует защиту жертвам. Государство обязуется создавать приюты, где женщины и дети смогут укрыться от насильников. Только по официальной статистике более 127 тысяч людей в Украине в прошлом году обратились за помощью в полицию из-за бытового насилия. Тем не менее, в конце прошлого года депутаты заблокировали ратификацию Стамбульской конвенции. Требуют удалить из документа понятие гендер и сексуальная ориентация. Правозащитники же отмечают, нардепы упустили суть документа и теперь затягивают процесс. Стамбульская конвенция защищает жертв домашнего насилия, неважно по каким признакам. Слово гендер и сексуальная ориентация – это нормальные слова. И говорить о том, что их надо извлечь, и именно поэтому остановить ратификацию, напоминаю, которая является частью евроинтеграционного процесса – это популизм. После ратификации конвенции домашнее насилие будет уголовно преследуемым, и мы сможем защитить жертв. Государство обязано создавать шелтеры, то есть там, где женщины могут получить правовую, психологическую помощь, быть изолированы от насильника. Государство принимает эту проблему как должное и проводит большие информационные кампании, говорит о криминализации насилия. Лавочки из вторичного пластика, поиск домашних животных и моментальное сканирование окружающей среды – все это и много других идей представили на конкурс украинские айтишники. Все проекты с прицелом на сохранение экологии. Знакомилась с юными кулибинами Инесса Занина. Эти ребята работают над проектом, который заинтересует любого владельца домашнего животного. Чтобы найти потеряшку, достаточно сканировать гаджетом специальный жетон на ошейнике, и вы в курсе, где искать любимца или хозяина. В базе данных, созданных разработчиками, сведения обо всех зарегистрированных котах и собаках. Больше 80% ветеринарных клиник, которые уже ведут учет животных, используют наши решения. Очень много кинологических клубов. Мы работаем и с центральным отделением КСУ, и с разными клубами. У нас есть система адопции для шелтеров, для приютов, которые занимаются пристройством животных. Не разбрасываться вторичными ресурсами призывают одесситы. Они намерены сделать пластиковую мебель для дачников, детские площадки для детей, лавочки для парков. К примеру, горожане, желающие оборудовать сквер удобными сидениями, скидываются на них пластиком. Идея в том, чтобы из пластика делать классные вещи для города и доказать, что пластик есть драгоценный ресурс, и выкидывать его в полное безумие. Мы сейчас работаем над созданием оборудования, ищем помещение для мастерской. Узнать, насколько грязный воздух любой точки Днепра, поможет вот это приложение к смартфону. Для этого нужно только выбрать точку на карте города. Разработчики заверяют, все просто и доступно. Находясь в любой абсолютно точке нашего города, Днепр, вы можете зайти на сайт, кликнуть точку или определить свою геопозицию. И в один момент вы получите данные об экологическом состоянии воздуха в этой точке. Причем в простом виде не просто числа, концентрации и так далее, а шкала, в которой будет написано грязно, чисто. Воплощение в жизнь эко-проектов заинтересовано профильное министерство. Лучшим идеям обещают всяческую поддержку. Вот эти проекты, они как раз являются тем, где молодые люди могут почувствовать, что их идея может быть услышана. А мы можем увидеть, что люди переживают, волнуются и услышать, что же хотят люди видеть от нас, от министерства, от людей, которые работают, что мы можем им предложить. Конкурс IT-проектов на тему экологии проводит фонд «Восточная Европа». Одна из его главных задач – помочь молодым людям с передовыми идеями воплотить их в жизнь. По результатам конкурса отберут три проекта. Эти три проекта пройдут так называемую инкубацию. Это очень интенсивное обучение этих ребят. Мы будем работать с ними и по IT-составляющей, и по общественной составляющей. Мы будем оказывать поддержку через Министерство природы, для того, чтобы они довели этот проект до состояния рабочего. Подобные конкурсы проводят еще по трем направлениям – инфраструктура, образование и агросектор. В целом поддержку получат 12 проектов. На их реализацию выделят 72 тысячи долларов. И на осознание на Игорь Каркадым, UATV. Сегодня стартовала продажа билетов на Евровидение 2017. Благодаря такому приобретению украинцам и гостям страны будут доступны репетиции, полуфиналы и финал песенного конкурса. Цена билета варьируется от 8 до 500 евро. Приобрести их можно в кассах Киева и на специализированных сайтах в интернете. 62-й международный песенный конкурс Евровидения 2017 весной примет столица Украины. Напомню, что в конкурсе участвуют 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфинал Евровидения в Киеве состоится с 9 по 11 мая, а финал – 13. И на этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на Фейсбуке и Ютьюбе. Я же прощаюсь с вами ненадолго. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова